Это программа День Столка, в студии Ирина Копчагина. Здравствуйте. За спиной телеведущий плазма отражает самую суть сюжета. Перед глазами суфлер, термины зрителю не вполне знакомые. Но без них современный мир телевидения представить сложно. Каждый день сообщать миру новости – главная задача тележурналистики. Но мало кто знает, что за 20-минутным выпуском скрывается работа целой команды. А начинается все с картинки. Принято считать, что на съемочной площадке главное – это корреспондент. Я с этим в корне не согласна. Главный оператор – это глаза журналиста. Без него не будет красивой картинки и как следствие сюжета. Сегодня у вас есть редкая возможность познакомиться с тем, кто обычно остается за кадром. Вадим, расскажи, пожалуйста, в чем главная задача оператора? Главная задача оператора – не упустить свой шанс. А шанс заключается в том, что оператор, когда исполняет свои обязанности, у него появляется просто сумасшедшая возможность интерпретировать этот мир и показать действительность, которая окружает, как он ее видит. То есть своими глазами. И предложить всем зрителям посмотреть именно глазами оператора на то, что происходит в этом мире. После съемки оператор и журналист возвращаются в кузницу новостей, в редакцию. Корреспондент начинает отсматривать съемочный материал и писать сюжет. Настя, о чем сегодня пишешь? Я отсматриваю общественные советы. Здесь собрались разные люди, представители власти, юристы, жители. Они обсуждают, нужно ли законодательно принуждать людей к вакцинированию или нет. Что тебе особенно нравится выезжать? На какие темы? Ну вот смотри, командировка – это маленькое приключение. Это ты тратишь часов 6-7 на дорогу, смотришь на поля, медитируешь. Артем, зачем тебе это устройство? Гонять надоедающих журналистов. Как только сюжет выходит из-под пера, его вычитывает шеф-редактор недели. В нашей редакции их три. Сегодня за эфир отвечает Татьяна Голубева. Вообще, конечно, редактор не только тексты вычитывает, он и придумывает тему сюжетов, он организует съемки, он посылает журналистов на съемки, потом обсуждает темы с журналистами. И самое главное, что он собирает весь выпуск в единое целое. Поэтому, Валь, ну ты не вовремя подошла, а сейчас дедлайн уже скоро. Такие дедлайны. Вода в трубах появляется лишь под вечер. После того, как текст вычитал редактор, корреспондент начитывает и отдает на монтаж. Самый молодой монтажер редакции Данил, ему всего 21. Эдюс он освоил всего полгода назад. До работал электриком, но творчество взяло верх. Я понял, что мне больше нравится монтировать, чем скручивать провода и захотел этим заниматься. Что самое сложное в профессии монтажера? Да, и тут много факторов. Главное, чтобы картинка сочеталась с другим. Надо понимать все сложности техника монтажа. Свой профессиональный праздник телевизионщики отмечают раз в год, 21 ноября. А происходящее в Алтайском крае и его столице мы освещаем ежедневно. Ну что ж, пятничный выпуск готов. Планируемся на новую неделю, чтобы вы были в курсе самых свежих новостей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.